Представляем вам нечто под названием «Солнечное дерево». На самом деле это не настоящее дерево, скорее солнечная система и система хранения энергии в форме дерева. Одна компания из Лондона недавно официально ее представила. Их цель – обеспечить энергией зарядной станции для электромобилей. Деревья здесь производят экологически чистое электричество. Компания создала солнечные деревья для того, чтобы собирать энергию в систему хранения и управления энергией, которой руководит искусственный интеллект. Эта система будет и выдавать, и регулировать всю энергию. Первое поколение таких солнечных деревьев появилось уже в начале 2023 года. Не знаю, что вы думаете по этому поводу, но я представляю себе такое дерево у себя на заднем дворе. Вы расслабляетесь, пьете кофе и заодно заряжаете ноутбук или телефон, не заходя внутрь. Но, скорее всего, мы не сразу сможем себе это позволить. Компания решила, что в первую очередь она хочет сосредоточиться на электромобилях, которые, по их словам, после массового производства станут дешевле. Дерево оснащено тонкопленочными солнечными батареями. Оно может вырабатывать 5 кВт. Этого достаточно для питания холодильника, стиральной машины, кондиционера, духовки, водонагревателя и телевизора. Это уже не первый случай, когда кто-то придумывает вещь, в которой как бы сочетаются ботаника и солнечная энергия. Слышали когда-нибудь о Smart Flower? Умный цветок похож на гигантскую маргаритку. Его мощности достаточно для зарядки кухонных приборов. Как же в целом работают солнечные деревья? Они поглощают солнечный свет своими листьями. Листья являются фотоэлектрическими, то есть преобразуют свет в электричество. Затем электричество проходит через центральную опору, похожую на ствол, и попадает во внутреннюю батарею. Некоторые конструкции имеют вращающиеся панели, которые перемещаются в течение дня, чтобы дерево могло улавливать больше солнечного света и, соответственно, производить больше электроэнергии. Когда вы строите солнечную электростанцию, заказчики в большинстве случаев получают договор о покупке электроэнергии, в котором говорится, что срок службы станции составляет 20-25 лет. Это не значит, что после этого ваша станция потеряет свою ценность. В реальности ее инфраструктура действительно стабильна, а панели прослужат, скорее всего, 40, а может быть и 50 лет. И вы сможете заменить их на новые модули, которые после этого будут еще более эффективными, причем по относительно низкой цене. Сейчас нам нужно больше источников энергии, потому что появляется все больше вещей, которые нужно заряжать. Например, этот мяч Adidas Alrila. Когда впервые задумываешься об этом, странно представить, что нужно подключать свой футбольный мяч к сети и заряжать его как телефон. Но за несколько месяцев до начала чемпионата мира по футболу мы узнали, что это действительно произойдет. Будет создан игровой мяч с технологией ИИ. Идея изобретения заключается в том, чтобы сделать решения судей более точными. Мяч также собирает данные и статистику матчей, чтобы люди могли лучше анализировать игры. Вам потребуется заряжать его перед каждым матчем, чтобы убедиться, что встроенный датчик будет работать. При полной зарядке аккумулятора его хватает на 6 часов, и речь идет об активном использовании. Если мячом не пользоваться, его хватит на 18 дней. Если во время матча мяч выходит из игры, его заменяют другим. Никому не нужно ничего делать. Система автоматически активирует датчик мяча. Солнечная энергия – это единственный источник энергии, которого на Земле больше всего. Каждый час солнечная энергия попадает на нашу планету в таком количестве, что может удовлетворить годовые потребности в электроэнергии всего человечества. Кроме того, это источник, из которого мы можем получать энергию быстрее всего. Вы тоже стараетесь не оставлять телефон, включенным в розетку на ночь? На самом деле, это не такая уж большая проблема, как многие думают, и вы не испортите свой телефон. Умные технологии работают таким образом, что не дают аккумулятору заряжаться, когда он уже полностью заряжен. Кроме того, телефон понимает, что ему нужно начать зарядку, если батарея немного разрядилась, когда он все еще подключен к сети. То, что оставлять телефон в общественном зарядном устройстве безопасно – миф. Лучше избегать этого, ведь иначе вы подвергаете себя риску. Шнуры, которые вы видите в аэропортах и ресторанах – это не просто источник питания, как, например, когда вы подключаете лампу к стене. Шнуры также создают путь для передачи данных. Поэтому, когда вы заряжаете свой телефон у таких общественных портов, кто-то может легко получить доступ к вашему телефону. Это касается и текстовых сообщений, и электронной почты, и фотографий, и всего, что у вас там хранится. Лучше и безопаснее использовать портативное зарядное устройство. Обычно, когда покупаешь новый телефон, все говорят, что перед использованием его нужно полностью зарядить. Вы можете это сделать, если хотите, но это не обязательно. Производители в основном говорят об этом, чтобы произвести хорошее первое впечатление. К тому времени, когда вы возьмете новый телефон в руки, в процессе его тестирования, возможно, будет израсходовано до половины заряда батареи. Поэтому, если вы ожидаете, что новый аккумулятор проработает 8 часов, а в действительности он проработает только 4, и тогда у вас может сложиться неправильное впечатление о новом телефоне. Еще один момент. Можно ли оставлять телефон в режиме экономии? Ну, ничего страшного с программным обеспечением не произойдет, но если большую часть времени телефон работает в режиме пониженного энергопотребления, пользовательские ощущения могут ухудшиться, так как телефон просто избавится от лишних вещей. Звук будет не таким громким, как вы привыкли, экран из-за низкой яркости будет плохо виден, а приложения будут присылать уведомления примерно раз в 10 минут. Режим низкого энергопотребления отлично подходит, если вы хотите отдохнуть от гаджетов. Мой друг сказал мне, что я не должна заряжать свой телефон до тех пор, пока он полностью не разрядится. Мне пришлось проверить это. И, как ожидалось, это неправда. Лучше заряжать литий-ионный аккумулятор до того, как телефон выключится. Этот тип аккумуляторов как бы забывает, каким был его максимальный уровень емкости. Поэтому при подзарядке аккумулятор телефона может не восстановиться до первоначального уровня. Он может снизить свою емкость, поскольку думают, что заряжен на 100%. Даже одно приложение может расходовать много заряда батареи, иногда до 20%. Например, некоторые приложения для соцсетей расходуют заряд батарей телефона, поскольку работают в фоновом режиме, даже когда вы ничего не делаете. Например, проверка обновлений статуса сообщений. Выключать телефон для экономии заряда батареи бесполезно. Нет, это не так. Большинство из нас не закрывают приложения полностью даже после прекращения их использования. Чем больше приложений работает в фоновом режиме, тем меньше время автономной работы. Поэтому хотя бы раз в неделю выключайте телефон, чтобы закрыть все приложения, например, когда смотрите кино или проводите длительную встречу на работе. Таким образом, у вас будет ноль задач в фоновом режиме, а не 20 или даже больше. Ничего не случится, если вы прикоснетесь к своему телефону, когда он подключен к сети, хотя некоторые утверждают обратное. Просто для зарядки аккумулятора потребуется больше времени, поэтому не используйте его, если у вас нет много времени. Вот один из моих любимых мифов. Если вы потеряли зарядное устройство, сэкономьте немного денег и купите зарядное устройство другой марки. Это может привести к повреждению аккумулятора телефона, поскольку такие зарядные устройства могут не соответствовать стандартам, обеспечивающим правильное напряжение в аккумуляторе. Нет необходимости нажимать кнопку «Извлечь» при извлечении телефона из компьютера. Это не так. Если не нажать кнопку «Извлечь», можно повредить файлы или не завершить резервное копирование. И не беспокойтесь, если у вас постоянно включен поиск по Wi-Fi. Это требует некоторого количества энергии, но не такого уж большого.